Белая голуба Утро прилетала, утром прилетала Сложно варкавала, чёрная голуба Ночью прилетала, душу своровала Кого это там черти принесли, а? Добрый вечер Вам кого? Раду А вы кто? Есть-то Марек Марек? Ой, Господи, как же я испугалась, а? Мне Рада про вас так много говорила Вы проходите, проходите, держу вас в дверях Да ещё и подождём Проходите, вот, Катерина Катерина, очень красивое имя Обыкновенное имя Ой, Господи, что ж вы меня не предупредили? Я приготовила ту ей Ничего, вы не переживайте, я хотел сделать сюрприз У вас получилось У вас получилось Да? Очень А где Рада? Уехала Как уехала? Ну, так уехала Ой, как шкода Как жаль Ну, добре Твоя моя вина Чтобы было предупредить Куда это вы, не-не-не-не, здравствуйте Куда это вы присаживайтесь Я вам говорю Я вас на ночь глядя Никуда не отпущу Да ещё и дождь такой Места много, как-то Все поместимся А давайте я цветочки в вазу поставлю Алло, Рада, привет, тут твой Марк заявился, а? Господи, я совсем забыла про Марка Он мне говорил, что собирается приехать Он сказал, что сюрприз хотел сделать Так что мне ему говорить, где ты, как ты, когда будешь? Кать, не знаю, придумай что-нибудь Скажи, что я уехала в Питер по делам аптеки Я ему потом все объясню А как скоро будешь? Ладно, пока Кто такой Марк? Угощайтесь Все свое домашнее Спасибо, Катерина Зачем так много? А Рада О, я совсем забыла Секунду Помидорчики Огурчики С грядочки нашей Прошу, паня, столько хлопот вам из-за меня Не потребую Да ну что вы, какие хлопоты Это обыкновенное наше хлебосольное гостеприимство Скажите, а Рада, куда она поехала? Я ей дозвониться не могу То трубку не берет, то в низон Рада уехала по делам аптеки Она же здесь филиал у нас открывает, вот А там документацию надо заполнять В Питер надо ехать А когда она возвращается? Так скоро Она ненадолго уехала Как говорится, одна нога здесь, вторая там Одна нога здесь, друга там Я кто? Да Марек, слушайте Давайте лучше выпьем, а? Наливка Сливовая сама делала Мы сейчас с вами выпьем Откушаем Потом я вам постелю на веранде Вы отдохнете А там и Рада приедет Да? Да За здравие Чаще Любишь его? Марек замечательный человек Мне же больше всего на свете я хотела забыть то, что с нами было Я много училась, работала, работала и снова училась Я боялась чувств Мне казалось, что они приносят одну боль Пыталась стать полностью независимой А когда Когда появился Марек, то стало легче с бизнесом Он, ты знаешь, он абсолютно честный человек Очень хорошо говорит по-русски Потом он сделал мне предложение Потом он сделал мне предложение Я... Я подумала, почему Гои нет Два человека Просто живут вместе, поддерживают друг друга Зачем что-то больше? И сейчас так считаешь? И сейчас так считаешь? Я поняла, что все это время обманывал себя И Марку голову морочил Осуждаешь меня? За что? Я ведь и сам все эти годы прожил практически так же Женился на женщине, которую никогда не любил Которую так и не смог полюбить Обманывал себя Искренне верил, что любовь это не главное Искренне верил, что могу прожить без любви Прожить до самой смерти А видишь, как оно получается? Как пословица Ты... С моим нагонением едешь Я завтра поеду к Марокову и все им расскажу Хочешь, поеду с тобой? Нет Я должна сделать это сама Так будет правильно Хорошо А я тогда займусь поисками нашего сына Ром Ром, а где ж ты так долго был? Я же ждала тебя. Ром, Ром, ты ведь меня не бросишь? Ром, нет? Оль, ты холодная все. На, держи. Надевай, надевай, надевай. Ты чего плачешь? Тебя обидел кто-то, что ли? Ром, нет. Ром, ты это… Пожалуйста, ты… Ты прости меня. За что, Оль? Я не знаю. За все прости. Прости за то, что я… Я вырядилась, как дура. Потому что… Потому что Наська сказала, а я хотела тебе понравиться. И… Ром… Ром, не бросай меня, пожалуйста. Я очень тебя люблю. Пожалуйста. Олечка, садись. Поехали, я тебя домой отвезу. Держи. А… А что это? Это я нашел где-то. На заправке. Что-то в карман кинул. Забыл. Садись, поехали. Ты что думаешь? Что я совсем дура, да? Оль… Думаешь, я глупая, да? Что я вообще ничего не понимаю? Оль… Оль… Оль! Помогите! 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 Оля! Ромка! Дура, ты что тут делаешь? Ромка, ты спас меня! Ты всегда будешь меня защищать? Ты меня никогда не бросишь! Посмотрим на твое поведение. Пошли. Оль… Оль… Оль, извините, шоу. Отдетя… Оль! Оль… 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Рада, моя мёшча. Алло, Рада? Что значит, ты сегодня не приедешь, а? Рада, что у тебя там случилось? Так. Молоко. Варенье. Блинчик. Молоко? Да. Молоко. Достаточно. Сахар. Кофе с сахаром. Двадцать лет тебя знаю. Двадцать лет. А вот только сегодня узнала, что ты пьешь кофе без сахара. Слушай, мелочи какие. Я сегодня узнала, что ты храпишь, как динозавр. Да, будьте твои. Вот это невидаль. Будьте твои, не может. Максик, я дома. Чувствую запах кофе. Значит, мой сын уже не спит. Мама приехала. У моей дорогой подруги на даче столько, кому можно спать. Странно. Сегодня не должна была. Я не выдержала, взяла такси и сбежала. Мамочка. Привет. Как Золушка. Сбала. Здравствуйте. Познакомься. Это моя рада. Да присаживайся, присаживайся. У нас для тебя еще одна новость. Только ты не волнуйся, мам. Пожалуйста. Мам, у тебя есть внук. Прости. Не раз слышала, у меня есть кто? Внук, мам. Наш с радой сын. Ой. Тихо. Ты чего, мама? Разволновай. Оттечка есть? Сейчас. Привези, пожалуйста. У меня есть внук. Да? Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке большие злые крокодилы. Ты что, следишь за мной? Чего ты взяла? Вышел подышать, а здесь ты. Смотрю, решила своего музыканта Деревенского на Антона поменять. Может, ты решил? Тебе какая разница? Ты права. Может, это и правильно. В конце концов, я всегда хотел, чтобы ты была счастлива. Ты лучше заботься о счастье своей законной женой. Я о своем сама позабочусь. Спасибо. Вот. Мята, настойка пустырника. Пять минут настоится и можно пить. Как вы себя чувствуете? Получше? Мам, ты как себя чувствуешь? Хорошо. Может, все-таки скорую? Нет. Мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Господи боже мой, у меня есть внук. Есть, мам, есть. Но ты поняла, мы пока не знаем, как его найти. Найдем. Найдем. Я подниму все свои старые связи. Наймем лучших детективов. Найдем. Найдем нашего мальчика. Я тоже в это очень верю. Пейте. Это, конечно, не совсем то, что нужно пропить. Я потом привезу специальный сбор. Я всегда верила в народную медицину. Да ты что, мама? Да. Правда? Да. И твоя ирония здесь совершенно неуместна. Потому что я вижу, что Рада прекрасные специалисты. Спасибо. Допивайте. Я как раз на вокзал успеваю. Какой вокзал? Мам, Раде надо уехать ненадолго. Дела. Максим, ну что ты такое говоришь? Мы только что встретились. Мы обрели друг друга. Я в конце концов узнала, что я бабушка. Рада, я вас настоятельно прошу остаться у нас сегодня хотя бы до вечера. В самом деле, Рада, я вас тоже настоятельно прошу. Да. Если допьете до конца. Допью. Признаться, я был одновременно и рад и удивлен, когда вы позвонили. Сказали, что все-таки решили поехать в Африку в составе моей группы. И что же вас так обрадовало? Не буду кривить душой. Скажу прямо. Вы мне очень нравитесь. И как человек, и как специалист. Простите, может мне показалось, но вы случайно не на слово родителям это решили? Нет. Родители здесь ни при чем. Я уже давно взрослая и самостоятельная. И к тому же я еще ничего не решила. Просто захотелось узнать подробности. Может какие-то документы или прививки или еще что-то. Понял. Давайте я вас десертом угощу. Здесь готовят великолепные тирамисо. Мы можем взять их ко мне в номер. И я вам, и я тебе подробно расскажу все, что тебя интересует. Даже немного больше. Антон. Ну, во-первых, на ты мы еще не переходили. А во-вторых, я не из тех девушек, которые сразу переходят к сладкому. Так что прошу прощения. Паня Катерина, скажите честно, что вчера произошло? Что-что? Сам Лелева вчера от моей сливовки. Я вас спать уложила. Вот и все. И все? Ну, и все. А почему я в такой одежде? Ну, извините, не спать же вам в верхней одежде. Вот я вам халатик свой положила на кровать. Я не поняла. Вам что, мой халатик не нравится? Ну, извините. Мужской одежды в доме у меня нет. Так что так. Дядя Марк! Здрасте! Дядя Марк! Честь моя другая Тамара! Как я рада вас видеть! Халат у вас потрясающий! Тамур, все в порядке у тебя? Да, правда, устал немного. Так что пойду попробую поспать. А то вы, дядя Марк, всю ночь так храпели. Я жучу, я жучу. А что, я правда ночью так сильно храпел? Да нет, нет, что вы. Рада была нашему знакомству. Взаимно. Жаль, что вы так торопитесь. Я с Павлом тоже не хочу уезжать, но нужно срочно оформить документы по аптеке. А это дело бы не быстро. Да, я понимаю. Особенно с нашей бюрократией. Я буду очень ждать вас. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Вы не забывайте пить сбор. Я, я вам там все написала. Спасибо. Спасибо, родная. Амочка, ты давай отдыхай. Я Раду провожу и сразу вернусь. Отдыхай. До встречи. С Богом. С Богом. Оль, да что такое? Ему твой новый имидж не понравился? Да при чем здесь имидж? Я у него в курточке сережку нашла. Опачки. А он что сказал? А что он сказал? Сказал, что нашел ее на заправке. Конечно. У нас же все заправки с сережками женскими усыпаны, да? Может, хватит вокруг него танца с бубнами танцевать? А ты так много понимаешь, да, Настя? Ну, люблю я его. Что мне сделать? Оля, все наладится. Оля, все наладится. Оля, все наладится. И я не знаю, ну, нет грудин. Ох. Эх, Ромка, Ромка, Ромка. Опять сбросил? Сбросил. А ведь сам же радовался. После конкурса у нас теперь заказ на заказе. Репетировать надо. А сам трубку не берет. М? Может, тебе уже хватит, а? Тебе что, друга, вина жалко, что ли? Анна, принеси нам вина. Ерунду не пари. Просто я тебя никогда таким не видел. Ну, ты все. Все бывает в первый раз. Жизнь такая штука. Ой, Ромка, Ромка. Что там? Дядя Яша. Пока, дядя Яша. Не до тебя сейчас. Может, объяснишь толком, а? Чего это тебя так понесло? Не спрашивай, Синя. Сыня, как Ольга, сказать не можешь, да? Не могу. Ну, этим делу не поможешь. Ну, вот тогда пускай судьба сама решает. Как будет, так будет. Ты куда? Сбруя в деннике. Ты же пил, Ромка. Что с тобой? А я мозги хочу проветрить. Верхом прокатиться. Куда он пошел? Он пошел за лошадью. А что, что делать? Зачем ему лошадь? Проветриться хочет. Я вино принесла. Ах, с ума я сойду, обожая тебя. Тебя не ручаясь, убью и тебя, и тебя, и тебя не ручаясь. На, держи, моя хорошая. Ты волнуешься, да? Чувствую, что скоро мамочкой станешь, моя девочка. Ну, тише, ты не переживай. Я же с тобой. Моя девочка маленькая, моя птичка. Ну, все хорошо будет. Настя! Настя, ну, где же ты там? Давай, скорей, по-моему, начинается. Оля, мне сказал Василий, что тут у тебя какая-то помощь у нас с лошадью, да? Василий сказал. Ты что здесь вообще делаешь? Иди Настю позови. Так давай я помогу. А чем ты мне поможешь? Да скажи, что надо сделать. Давай. Партина, иди. Воды набери, там, у колонки на улице. Ага. Вася, ты же. Вася, а если с кобылой что-то случится? Настя, что может случиться с кобылой? Тем более там Оля. Ну, да. Закрыто! Смотрите, закрыто. Ты же вошел только что как-то. Ну, вот, смотри, закрыто. Закрыто, я тебе говорю. В конце коридора. Там бочка стоит. Давай, иди. Скорей. Все вверх ногами у нас сегодня, да, Немюшка? Ну, ничего. Мы справимся. Мы ведь вместе, верно? Сереж, ну, где ты там? Давай скорей. Моя птичка. Все? Угу. Все. Есть. Что дальше? Что дальше? Дальше домой иди и спи. Да какой домой? Там закрыто, ты понимаешь? Так, давай спокойно. Что мне нужно делать? Так, ладно. Ты крови боишься? Не знаю. И что, тебя мне откачивать? Так все, я крови не боюсь. Ну, тогда, значит, будешь мне помогать. Наша девочка сладкая. Ну, 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 не бойся. Ты ж надо. Такая маленькая. А уже стоит и ест. Ой, девчушка наша. Пусть отдыхает. Она сегодня хорошо потрудилась. Опа. Ну, что скажешь? Чудо, не правда ли? Оля, это ты чудо. Что? Что? А я тебе говорил. А ты не верила. Ну, что? Как говорится, советуем на любовь. Ну, что, пошли? Настя. А вообще, ты молодец. Ну, не испугался, не сбежал. Ну, мужчины ведь обычно боятся таких вещей. Ну, тем более с непривычки. Да нет, после такой ночи, мне кажется, я вообще больше ничего не боюсь. Число. Ну, да. Дай щеночку. А ты вообще чем планировал заниматься после университета? Ну, я думал, что буду финансистом. Даже был уверен. Ну, теперь все изменилось. Понимаешь, Валенька, вот это все, все, чему ты меня научила, пробудило мне какие-то совершенно новые желания. Какие желания? Например, желание в жизни делать что-то конкретное. Строить. Растить. Создавать. Помогать, появляться на свет. Понимаешь? Я-то понимаю. А вот твои родители вряд ли поймут. Ну, боюсь, им придется смириться. Слышишь? Вот уже и утро. Ну что, пора по домам. Да. Только мы заперты, а как бы... Точно. А как там? Не знаю. Я же говорил, что мы были заперты. Ну да. Были. Интересно. Ну что, спасибо тебе большое, что помог. Ну, это тебе спасибо. За эту ночь. Послушай, Сережа. Я... Это... Ну, то, что... Там произошло, это был... Эмоциональный порыв. Ну, я хочу, чтобы... Ты это понимал? Ну, ты понимаешь? И... Да все хорошо. Да? Конечно. Ну, хорошо. Что... Ну, пока. 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 Танзеля. Танзеля. Иду. Ну, в конце концов, елки-палки, ну сколько это продолжаться может? Ну, как жить с тобой дальше? Что? Что случилось? Ну, ты посмотри, что. Что? Это же пятый размер груди. От твоих чебуреков. Получилось. Напугал. Ну, так... Чего тебе волноваться? Я твой живот люблю. Да? Да. А что? Что? Детей дома нет? Кстати, а где наши дети, Коля? С вчерашнего дня не видела. Ну, я знаю. О! Привет. Доброе утро. Доброе утро? Ты посмотри на меня. Вась! А? Ты позавтракай. Да, да. Спешишь, что ли? А где сестра? А у Оли все хорошо. Можно сказать, прекрасно. Так, объясни, что значит хорошо-прекрасно? Времени нет. К нам в отель приехал жирный гость. Надо все организовать и подготовить. А про Олю скоро сами все узнаете. Пардон за беспокойство. Ты слышал? Пардон за беспокойство. Выросли, детки. Выросли. Так что, теперь детей точно дома нет. Да иди ты. Иду. Да вы угощайтесь, не стесняйтесь. Давайте я вам варенье себе доложу, да, чтоб послаже было, кстати, варенье домашнее. Да-да, спасибо. Вам должно понравиться. И вот сметанка тоже домашняя. А можно мне? Сейчас. Спасибо, Катажина. Скажите, а мой пиджак? А, пиджак? А пиджак ваш сыроват. Но вы не переживайте. Вон передавали в сухую погоду, так что высохнет обязательно. Куда денется? Да. Томик, а ты не боишься на работу опоздать? Так у меня аж выходной. Ты забыла? Забыла. Совсем забыла. А вот и Рада приехала. Привет. Мы тут как раз завтракаем, присаживайся. Доброе утро. Кать, не нужно. Рада. Купани мой, я так знал тебя, так скучал с тобой. Марек. Так. Марек. С ухом? Нам нужно поговорить. Как скажешь? Как скажешь, моя другая. – Пойдем. – Пойдем. Пойдем. Ты чего рожаешь? Прошу. Благодарю. Я рад, что мы с вами так быстро нашли общий язык. Знаете, я для вас на связи как углосуточный. По незначительным вещам беспокоить вас не буду. Нет смысла. Первый этап, как мы и говорили, рассылка запросов до мамы Людки. Если это результатов не даст, действуем дальше. По плану. Хорошо, держите меня в курсе. До свидания. Честь имею. Мам. Да, доброе утро, сынок. Доброе утро. А кто это был у нас так рано? Это частный детектив. Угу. Я нанял его, чтобы найти моего сына. Твоего внука. Да. Так быстро нанял. Да, да. Мам, мне его посоветовали. Как хорошего специалиста. Ну, пусть, пусть ищет. Пусть ищет. Днем, ночью я хочу как можно скорее увидеть нашего мальчика. Тише, тише, тише. Мы его обязательно найдем. Пусть ищет. Пойдем чайку попьем? Пойдем. Пойдем. Мне очень жаль, что между нами все так получилось. Парто смутнее. Парто смутнее. Не то. Я очень рад за тебя. Хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Мы можем продолжать общаться, как друзья. Так. Хотя, для меня это будет очень нелегко. Но я, я очень рад, что ты нашла свою любовь и теперь будешь по-настоящему счастлива. Я тоже хочу, чтобы ты был счастлив. И чтобы ты нашел свою любовь. Поверь мне, я тебе обещаю, что в аптеке все будет шистков пожонку, як савша. Все. Я пойду сбирать свои жачи. Ты сегодня уезжаешь? Так. Я и так был здесь слишком долго. Жабач. Низ. Низ нет шаба. Прости меня. Сынок, я вижу деревенский воздух тебе на пользу. Загорел, подтянулся. Главное, чтобы этот воздух все знания не выдул. Не бурчи. Скоро поедет в Англию и со свежей головой продолжит, так сказать, грызть гранит наук. Насынок, что не ешь? Папа, мама, баба, вы только не переживайте, все хорошо. Я больше в Англию не вернусь. Дуй, мистер! Сынок, я, конечно, рад, что в сердце Ольги, ты победил этого скрипача. Только я не пойму, какого хрена мы платили такие бабки? Пап, я хочу заниматься чем-то полезным. Если ты переживаешь насчет денег, то я заработаю и верну тебе все до копейки. Помолчи, щенок. Заработает он. Хоть знаешь, как зарабатываются такие деньги? Я из-за них в свое время из-под пуль не вылезал. Папа, сейчас другое время. Деньги сейчас любят тишину. Надо бы от тебя в ПТУ отдавать. Результат тот же. Коровам хвосты крутить. Только дешевле. Это все Олька. Это все из-за Оли. Я поняла, Сережа. Она беременная, да? Беременная и говорит, что от тебя. Я не хочу быть бабушкой. Мам, прекрати! Это уже перебор. Я больше не хочу продолжать разговор в таком духе. Я хочу быть бабушкой. Мама! Я когда-то тоже не хотела. Достала. Ничего. Живу как-то. Мама, на кого ты похож? С кем ты дрался? С кем не дрался. Я с лошади упал. Ешь! Не хочу. Ешь, я сказала! Не дыши на меня. Ты себя в зеркало видел? Так посмотри, во что ты превратился! Мы с матерью думали, ты изменился. Посмотрел, какая в столице жизнь. Другим стал. А ты опять за старое? Ой-ой-ой! Терпи. Что ты молчишь? Нечего сказать? У-у-у. Ты же меня уговаривал. В консерваторию поступишь. На Оле будешь жениться. Не будет никакой свадьбы с Олей. В каком смысле? В смысле не будет никакой свадьбы с Олей. Что значит не будет свадьбы с Олей? Дай ей выйду. Сел, поел, а потом пойдешь. Места у нас тихие, живописные. В фотографии рекламные с интернета абсолютные сто процентов соответствуют действительности. Да. Для нас тишина и покой – основные критерии отдыха. О, понимаю вас. Городская суета очень утомляет. Скажите, любезный. Да. А есть у вас в окрестностях что-нибудь примечательное? Ну, какие-нибудь экскурсии? Конечно. Сейчас вы заполните карточки постояльцев и Оленька принесет каталоги со всем перечнем наших услуг. Хорошо. Спасибо. А вы пока заполняете карточки, а я на секундочку отлучусь. Ты что здесь делаешь в таком виде? Ты придурок? Я к Ольге. Так, тише. Возьми себя в руки. Можешь покинуть это помещение, потому что ты сейчас распространяешь всех мне клиентов. Не нужно, Оля. Позови. Оля занята. А у меня серьезный разговор. Прошу тебя. Я подожду. Скажите, любезный, нам обязательно писать, где мы отдыхали? Вы что, нет? Спасибо. Вы что, руковарение не забудьте взять, клубничное? Где? Так, вон оно там, на полке. Доброе возьму. А может, профиёк с нами? Вот и пирожки. Ниц. Не подсобуй им деньги. Жалко его, аж сердце разрывается. Каль, хватит причитать, а. Он взрослый, умный, самодостаточный мужчина. Найдет тут свое счастье. Вот, вот про это я тебе говорю. Взрослый, умный, самодостаточный, надежный. А как он тебя ждал? Неужели тебе все равно? А почему? Вот именно потому, что ты не все равно ему все и рассказала. Вот как бы ты поступила на моем месте? Что мне делать? Выйти замуж за Марека и сделать несчастными сразу двоих людей, Максима и Марека и себя заодно, да? Я знаю одно. Если бы у меня был такой мужик, как Марек, я бы его от себя не отпустила. Пойду с Томой поговорю. Серьезное дело девке выручаем. Своя аптека, не шутки. Да не вари ты так, Марек. Дядя Борик. Марек опять? Мам, ну? Ну это всего лишь варенье. Варенье? Ничего серьезного. Тихо. Аккуратно. Что с ногой? Может быть перелом. Надо делать снимок. Звони вскорую. Удалось мне до чертова варенья. Ой, Господи ты, Боже мой. Катя, милая, не беспокойтесь. Все в порядке. Я воспользуюсь спецтранспортом для людей с безжидными и мощливостями. У нас в Польше то не проблема. У вас то не проблема. У нас то знаете, какая проблема? Значит так. А я вас выхожу. Никуда вас не отпущу. Я дрохнула мало, я выхожу. Мой любимый джем. Трусков-кот. Рад, ты позвонил. Я не мог его потерять. Все это время телефон лежал у меня в кармане. И я советую вам его найти. Я понимаю вас, но там контакты таких людей, которых вы видели только по телевизору. Послушайте, мы обязательно все найдем. Не волнуйтесь, пожалуйста. Конечно, найдете. А если не найдете, я обещаю вам крупные неприятности. Чего? Ну иди, будешь ходить. Рул. Чего такой нервный? Успокойся. Я не понимаю, почему он меня успокаивает. Это что, ваш психолог? Может психолог. Не обращайте внимания, это просто наш односельчанин. Так вот скажите вашему односельчанину, чтобы он не совал свой нос в чужие дела. Извините, Рул, посиди. А знаете, парень прав. Это какое-то недоразумение. Мы сейчас исправим все и попробуем найти. Ван, наберите, пожалуйста, ваш номер и зазвонит, и мы услышим. Смех, пожалуйста. Звони уже. Тебя звонит. Что? Это он, наш телефон. Не понял я. Ах, ты ворюга. Ну какой он ворюга, ну что вы? Я ворюга. Ты ворюга? Рома. Нет. Рома, не надо. Рома, Рома. Андрея, не надо. Андрея, не надо. Алло. Приезжайте скорее, у нас тут кража с дракой. Спасибо. Рома, не надо. Не надо. Ваня, вы что, с ума сошли? Рома, что с ума сошли? Ромка. Все будет хорошо. Простите, пожалуйста, извините. Простите, вы не могли бы забрать заявление? Пожалуйста. Поймите, Ромка хороший парень. Это просто какое-то недоразумение. Теперь этот хороший парень сядет плотно и надолго. Я вам это обещаю. Сядет, сядет. Поймите, Рома. Поймите, Ромка. Поймите, Ромка. Редактор субтитров А.Семкин